Привет! Это новый свежий смартфон Hotway Cyber 15. Стильный современный смартфон с защитой, но уже не в полевые условия, а на каждый день. Это на данный момент конкурент многим смартфонам как по начинке, камере и по ценнику. Комплектация у гаджета стандартно хорошая. Коробка в фирменном дизайне, внутри которой сам смартфон, блок зарядки, макулатура, скрепка, зарядный кабель и кабель OTG. Внешний вид хороший, стильный дизайн с прорезиненной задней панелью, имеет небольшие шраховатости, поэтому никаких скольжений во время использования не будет. А по бокам имеем металлические вставки и защищенные грани от падений. Здесь защищенный корпус по стандарту IP69K и для подобных устройств это главное. Таким образом смартфон этот может погружаться в воду, падать на твердые поверхности, находиться в грязи и в пыли. Относительно тонкий корпус приятно лежит в руке. Задняя вставка с камерами и вторым дисплеем также выглядит очень уместно. Сам же второй дисплей дополнение интересное. У меня уже был опыт ранее в использовании доп-дисплея и скажу, что это прикольная штука. На него выводится информация о времени, пропущенных оповещениях, также здесь есть компас, но самое интересное управление камерой. Вы можете фотографировать себя основной камерой и будете понимать какая фотография примерно будет. Видео снимать нельзя, было бы круто конечно. Также можно сменить пресеты времени, а также можно посмотреть сколько заряда в аккумуляторе осталось. В общем удобно, интересно и точно уж необычно. Главный дисплей здесь в топовый в своем сегменте. Диагональю в 6,6 дюйма. Имеет разрешение Full HD Plus 1080 на 2408 точек 400 ppi и частоту обновления в 120 герц. Это разрешение еще подходит в категорию 2К, если что. По краям видно небольшие, вполне нормальные рамки. Для защищенников это типично. Сам же дисплей выдает приятную насыщенную картинку, которая смотрится супер ово. В настройках экрана все понятно, стандартно и все как у большинства конкурентов. Все как у всех. Этого дисплея точно хватит для мультимедийных целей. Это уже не говоря о работе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова По производительности здесь тоже все в порядке. Достаточно хорошо зарекомендовавший себя восьмиядерный чип Helio G99 установлен в Hotway Cyber 15. Хватит производительности и для игр и для использования нескольких приложений одновременно. Оперативной памяти 12 гигабайт, которую можно расширить файлом подкачки еще на 12, в сумме получим 24 гигабайта ОЗУ. Из постоянной памяти имеем 256 гигабайт с возможностью расширения карточкой. Этих характеристик хватит всем с головой. Игры играть одно удовольствие в дополнении с экраном 120 герц. В целом для обычного пользователя тут все супер, это как замена для обычного смартфона, только в этом есть защита от воды, пыли и падений. Есть защита экрана и некоторые прикольные фишечки, о которых дальше. И если вы подумаете, что тут возможно камеры не очень, то это далеко не так. В части фото и видео тут вообще все интересно. Основной модуль камеры Samsung HP3 на 200 мегапикселей. Это достаточно много и круто. Такое очень редко встречается у конкурентов. Эта камера на практике очень удобна и универсальна. Снимает как фото, так и видео, которые кстати можно снимать с разрешением в 2К 2560 на 1440 точек. А если вспомнить, что у нас сзади есть вспомогательный дисплей, который позволяет видеть, что вы фоткаете на фронталку, то это развязывает руки для фото любителей. Селфи камера на 32 мегапикселя также хороша и хватит ее не только для селфи, но и для созвонов в мессенджерах и подобных нужд. Из фишек всех защищенников тут также есть 24 мегапиксельная камера для ночных фото и видео, она работает в паре с инфокрасной подсветкой. Это классическая схема, которая применяется во многих защищенных смартфонах. Тест видео будет в конце ролика, так что обязательно досмотрите. А вот это несколько фотографий, которые я сделал в лесу. Cyber 15 удобен как в управлении, так и в использовании. Да, весит немного больше, чем стандартные смартфоны, но зато тут есть защита. Размеры примерно такие же, если вы носите обычные смартфоны в нормальном таком чехле. Батарея здесь на 6280 мАч и поддерживает быструю зарядку на 33 ватта. Заряжать его будете примерно так же, как и обычный смартфон раз в день, может немножко реже. Но это все зависит от режима использования. Кнопка разблокировки имеет сенсор отпечатка пальца. Он быстрый, удобный и через него легко можно управлять разблокировкой гаджета. В левой части программируемая кнопка, которую можно запрограммировать на какое-то приложение либо фонарик, что так же удобно. Из прочего оснащения есть Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, FM-радио и NFC. Управляет системой Android 13. Из навигации у нас GPS, GLONASS BIDOW и Galileo. Из датчиков тоже все есть. Акселерометр, гироскоп, компас, приближение и датчик освещенности. В целом вот такая интересная альтернатива обычному смартфону на каждый день. Есть неплохой дизайн, классный функционал, отличное железо и годная защита и по сравнению с конкурентами очень достойный ценник. Это прям хорошо. Вы как считаете? Напишите свое мнение по поводу Cyber 15 в комментариях, мне интересно. Все ссылки есть в описании. И дальше давайте посмотрим на тесты видео, которые я для вас снял. Не забудьте поставить лайк, если ролик был для вас интересен и полезен. И увидимся, пока-пока. Вот так снимает живую природу смартфончик, очень хорошо видно. Отлично. Камера 200 мегапикселей просто топчик. И так фронтальная камера снимает отлично, как мне кажется. Снимаем в лесу. Стабилизацию вы сами сейчас видите. Свет у нас прекрасный, света много, пересветов нет. Фронталочка снимает вот так. Ну, то что я сейчас вижу довольно таки отлично. Для селфи подойдет вполне, для созвонов тем более. Смотрим переднюю камеру. Так, это у нас передняя камера. Вот так думаю. А то я уже снимал и немного темно было. Постараюсь снять без темноты и без пересветов. Снимает она довольно хорошо. Особенно, когда вы не себя снимаете, так как я. А когда вы контролируете съемку, потому что я сейчас контролировать ее немножко не могу по свету. Снимает отлично, круто. Картинка при съемке на заднюю камеру, на задний экранчик не выводится. Немножко печально, но у меня в прошлом Meizu Pro 7 Plus также было. Вы можете выводить только то, что вы фотографируете. То есть фотографировать себя можно. Если есть селфи-палка, круто будет, только Type-C нужен под селфи-палку, а не Micro 3.5. Вот такая картинка, мне нравится. Снимаем в 2К, максимальное разрешение 2К съемки видео. Вот так.